Оригинальный Tascam DR07 прошёл мимо нас, а между прочим, уже успела выйти обновлённая версия с литерой X на конце. Поэтому давайте устроим небольшой обзорчик, рассмотрим этот девайс, ну и естественно, запишем. Друзья, вы находитесь на канале Давай Запишем, где мы говорим о Pro Audio. Первое, что увидит человек, приобретший этот аппарат, конечно же, упаковка. А второе, комплектация. Но упаковку мы с вами насмотрелись уже достаточно, поэтому давайте к комплектации. Вот что у нас есть в комплекте. Естественно, сам рекордер, батарейки к нему и документация. Провода microUSB тут нет, и microSD карточки тут также нет, так что будьте осторожны, чтобы не наступить на те же грабли, на которые наступили мы. Те, кто смотрел наш обзор на DR5, в принципе, увидели здесь то же самое управление. Давайте смотреть. Во-первых, это экранчик, на который выводится вся полезная информация. Давайте включим, посмотрим. О да, собственно, индикация, время записи, отсутствие карточки внутри. Всё, что нам с вами нужно для комфортной работы. Кнопочки управления, стандартная, как я её в тот раз... как я её в тот раз назвал? Пончик, пончик, бублик. Бублик я называл вот эту штуку в тот раз. Все кнопочки, меню, кнопка для того, чтобы поставить метку в любой момент. Естественно, управление громкостью, перемотка, play, запись, стоп, ну и включение-выключение. Что у нас находится с боков? Здесь мы видим... здесь у нас есть линейный выход, он же выход под наушники. Hold, блокировка клавиш, чтобы ничего не нажалось в ненужный момент. Так, и здесь у нас... здесь у нас слот под SD-карточку. Без ногтей трудно открыть. И разъёмчик USB для считывания информации с карточки по проводу. Ну и для работы в качестве аудиоинтерфейса. Внизу у нас ничего. Сюда, я так полагаю, можно продеть ремешочек. Сзади у нас... сзади у нас разъёмчик для крепления к стойке. Будьте осторожны, это стойка не стандартная микрофонная, а это стойка для фото и видеотехники. Хотя можно купить переходник. Динамик для воспроизведения. Естественно, отсек под две батарейки формата 2А. Так, ну и конечно же... конечно же... нет, не микрофоны. Вот здесь есть разъём, чтобы подключать внешний какой-то источник. Это может быть накамерный микрофон, это может быть петличка. Короче, всё, что вашей душе угодно. Ну и конечно же микрофоны. Пара конденсаторных микрофонов, которые позволят вам записать всё, что вы захотите. По форматам записи. Микрофоны Stereo XY и опять же Stereo AB. По карточкам. Рекордер сегодняшний наш кушает карточки до 128 гигабайт включительно. И помимо того, что это рекордер, он, напоминаю, работает в качестве внешнего аудиоинтерфейса. Давайте его немножечко протестируем, подключим к компьютеру, посмотрим на драйвера, ну и послушаем, как вообще он пишет голос. Сегодняшний рекордер работает у нас со своими ASIO драйверами. ASIO for all не подойдёт. Заходим, скачиваем, устанавливаем и смотрим, что у нас здесь есть. Запись уже идёт. Конечно же, это всё применимо к случаям, если вы не пользуетесь рекордером просто в системе Windows, если вы хотите записать там какую-нибудь демку. Давайте посмотрим сначала, что у нас творится в рабочей станции с этим рекордером. Вот так выглядит драйвер. Название его. Два входа, два выхода, то есть стерео на вход, стерео на выход. Всё стандартно. Чуть-чуть попозже посмотрим на задержку, а сейчас я предлагаю вам посмотреть, как всё это дело выглядит в Windows. Допустим, мы хотим подключить этот рекордер и с помощью него поговорить... не знаю, поговорить по скайпу, например. Значит, чтобы нас все слышали, находим здесь микрофон DRX. Вот он у нас. Собственно, его нужно сделать устройством по умолчанию, что, собственно, сейчас у нас есть. Уровни здесь, по идее, никакие не нужно трогать. Вернее, всё, что вы делаете здесь, оно дублируется управлением на корпусе. Я сейчас не буду ничего трогать, чтобы не сбивать нам запись. То есть все вот эти вот настройки, их можно делать с помощью кнопочек на корпусе. Соответственно, удостоверьтесь, что у вас нормальный уровень, нормально по громкости, чтобы вас все слышали. В принципе, все остальные настройки, они здесь не особо нужны. Естественно, на воспроизведение, если вы хотите, ну вдруг, слушать либо через встроенный динамик в рекордер, либо вставить в него наушники и строить через него. Вот. Также устройство по умолчанию должно стоять. Здесь всё то же самое. Здесь всё то же самое в плане громкости. То есть если что, тут есть ползуночек, но на корпусе имеются кнопочки, с помощью которых можно задать нужное, необходимое нам с вами усиление. Это давайте закроем и вернёмся в нашу рабочую станцию. Сейчас я открою контрольную панель и попереключаю размер буфера. И посмотрим при этом мы с вами на задержку, которую выдаёт этот рекордер. Можно ли вообще проводить какие-то аналогии между сегодняшним Toscam и полноразмерными внешними аудиоинтерфейсами? Ну почему бы и нет? Только учитывайте, что, скорее всего, если вы будете писать какой-то инструмент, то вы будете его писать с помощью стереопара. Да, гитару можно воткнуть в линию, купить специальный проводочек и вот подключиться сюда. Но давайте говорить честно, я не думаю, что вам понравится результат, который вы в конечном итоге получите. Как устройство для прослушивания музыки не через встроенную звуковую карту компьютера, а через нормальные преобразователи и, естественно, преампы для наушников? Ну почему бы и да? Как устройство для записи каких-то демок в дороге, вокальных и инструментальных, с учётом, что они будут записаны с помощью стереопары? Конечно, же, немного о функциях, которые так или иначе упрощают вам процесс записи. Естественно, первое, о чём бы я хотел поговорить, это настройка уровня громкости микрофона, потому что это очень важно, особенно в неумелых руках. Давайте будем честны перед самими собой. Auto Level. Auto Level позволит нам настроить уровень громкости, то есть микрофоны сами подбирают нужное значение. Limiter и Peak Reduction позволит нам избавиться от перегрузок на записи. И в совокупности эти самые функции, они позволят нам добиться уровня, который был бы не слишком мал, но и которым при этом бы не был слишком большим, вызывая огромное количество перегрузок. Также из каких-то дополнительных функций здесь есть обрезной фильтр для низких частот, есть предварительная запись. Вот. Ну и авторек, да. В общем, довольно интересно. А вот теперь очень интересно, здесь есть встроенный ревербератор. Сразу шесть типов ревера, которые давайте и послушаем. Сейчас мы переключаемся с петлички на рекордер, вот он пишет у нас звук, запись идёт, и мы можем послушать ревер. Сейчас он, кстати, уже идёт. Идёт одна из вариаций ревера, это первый холл, если я не ошибаюсь. Давайте сейчас я переключу. Пока что вернёмся на петличку, я вам кое-что расскажу. Ревер можно накладывать как на сигнал, приходящий на запись, то есть у вас запись уже будет с реверберацией. Также вы можете подставлять ревер под уже записанный материал. Допустим, вы записали вокал и воспроизводите, он какой-то сухой, оп, бахнули ревера, и всё сразу же хорошо. Так, захожу в эффекты и смотрю, здесь есть холл, ревер у нас сейчас стоит на 15, можно подавать максимально на 20. И давайте послушаем холл 2. Вот допустим, вернёмся. Это был холл 1. Раз, два, три, четыре, пять, теперь холл 2. Так, а вот это уже у нас холл 2. Звучит он следующим образом. Раз, два, три, четыре, пять, три, два, раз. Это эффект room. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три. Это studio ревер. Звучит он следующим образом. Раз, два, три, четыре, пять, три, два, раз. Первый плейт. 1, 2, 3, 4, 5. Три, два, раз. И, наконец, эффект плейта номер два. Звучит он вот так. Раз, два, три, четыре, пять, три, два, раз. По эффектам у нас всё. И я совсем забыл добавить, что тут есть функция эквализации. То есть вы можете эквалайзером как-то менять свою запись, доводя её до того состояния, которое вы посчитаете нужным. Как и многие рекордеры, DR7X обладает довольно широким инструменталом для музыкантов. Инструментал для музыкантов. Ладно, вы поняли. Здесь есть тюнер. Здесь, ну опять же, эквализация, про которую я говорил. Здесь есть функция изменения скорости воспроизведения. Это, кстати, очень подойдёт людям, которые занимаются расшифровкой текста. Как раз-таки функция называется dictation. Возможно, она кому-то из вас пригодится. Вот. Ну естественно, loopback, закольцовка. Если вы, допустим, что-то репетируете или опять же расшифровываете какой-то отрывок текста, тоже будет довольно удобный. Настало время финального демо. Возьмём DR07X и с помощью него запишем небольшой музыкальный отрывочек. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Напоминаю, что вы были на канале Давай Запишем, где мы говорим о Pro Audio. Всем пока! Ночью погрустил со мной, а кутура стоял. В сказке краткая глава. Ночь накануне Рождества. А вот мы вот так вот и запишем. А можно это услышать сейчас? Это стоп, наверное. Не, он не писал, а тут два раза ректор нажать. Вот сейчас пишет? Да. Спасибо.